Здравствуйте, дорогие любители видеопутешествий! В эфире очередной выпуск новостей клуба видеопутешествий ТОПОС. И прежде всего я хочу поздравить всех наших путешественниц с 8 марта. И неважно, празднуете в этот день или нет, я хочу воспользоваться возможностью и пожелать всем нашим зрительницам хорошего настроения, бодрости, молодости и красоты. Всегда быть счастливыми и любимыми, дарить всем улыбки. Ну а если настроение вдруг испортится, загляните на сайт ТОПОС. Вы найдете множество экскурсий, вы увидите замечательных гидов, сможете пообщаться с другими путешественниками и настроение у вас точно поднимется. Ну и как всегда в начале нашего выпуска я расскажу вам о тех новых видеоэкскурсиях, которые вы найдете на главной странице нашего сайта. Прежде всего я тоже хочу напомнить для тех, кто еще не очень знает, как наш сайт устроен, что на главной странице появляются не только те новые видеоэкскурсии, которые присылают нам авторы, но и все выпуски ТОПОС.ТВ. То есть те экскурсии, которые прошли в прямом эфире на ТОПОС.ТВ, на следующий день после эфира оказываются на главной странице в разделе «Новые экскурсии». И вы всегда можете их посмотреть в любое время. За небольшую плату просмотр стоит 150 рублей. Так что, если вы сегодня отправитесь на главную, вы найдете там путешествие по Москве, которое было на прошлой неделе на ТОПОС.ТВ, Копенгаген Андерсена, естественно, Париж и город Торжок и многое-многое другое. Ну а из новых экскурсий нас опять порадовала Россия. На этот раз из Великого Новгорода наш экскурсовод Анжелика Сурпина прислала нам очень красивую зимнюю экскурсию по Владычному двору. Ну, наверное, каждый знает, что самая большая достопримечательность Великого Новгорода – это, конечно, Новгородский Кремль. А вот мало кто знает, с чего начинался Новгородский Кремль. Здравствуйте, меня зовут Анжелика Сурпина и я рада вас приветствовать в Великом Новгороде. Самое известное и популярное здание в Великом Новгороде – это, конечно же, Новгородский Кремль. Но сегодня мы с вами отправимся в древнейшее и загадочное место на территории Кремля – во Владычный двор. Ну что ж, отправляемся? Добавлю, что Владычная палата превращена в музей и там вы сможете увидеть уникальную коллекцию церковной утвари 17-18 века. Кстати, Анжелика готовит нам отдельную экскурсию по этому музею, где будет рассказывать буквально о каждом экспонате, а в этой экскурсии мы только лишь заглянем, посетим, осмотрим, так сказать, экспозицию в целом, порадуемся великолепным изделием древних русских мастеров. Итак, экскурсия «Владычный двор» из Великого Новгорода находится на главной странице сайта ТОПОС в разделе «Новые экскурсии». Другая новая экскурсия, которую мы хотим удивить вас из солнечной Италии, наш экскурсовод Ирина Гординская прислала нам экскурсию об итальянской винодельни, итальянское вино Просекко «Праздник для души». Ирина не просто экскурсовод, Ирина еще и профессиональный сомелье. Она несколько лет училась на престижных курсах для сомелье, имеет диплом, великолепно разбирается в винах, специалист по винологии и виноделию, и вот поведет нас в Альпы. Добрый день, дорогие туристы! Я гид по Италии Ирина Гординская, и сегодня вместе с клубом видеопутешествий ТОПОС буду проводить вам интересную экскурсию. Я нахожусь в месте, которая называется Вальдебьядены. Любителям вина, думаю, знакомо это название, потому что на всех винах Просекко, на большинстве, скажем так, вин Просекко находится это название. Так и пишут Просекко Вальдебьядены. Это один из районов, где производят это уникальное, знаменитое и, наверное, все-таки самое распространенное в Италии и за границей итальянское вино. История самого популярного итальянского вина Просекко начинается в далеком прошлом. Уже во времена Римской империи существовал прототип этого вина и назывался он Пучино. Вино Пучино было популярно особенно у женщин, а сегодня название Просекко происходит по названию деревни. Деревни на северо-востоке Италии у границ со Словенией. Есть даже версия, что слово Просекко на древнеславянском обозначает просека, узкая дорога между холмами или в лесу. Винодельня это очень-очень древняя. Представьте себе семья, которая живет вот в этом древнем замке. Это потомственные виноделы. Они изготавливают вина уже более тысячи лет. Это уникальное место и я думаю, что экскурсия это доставит вам огромное удовольствие. Ну а также у нас на сайте новая экскурсия из Индии. Наш гид Светлана Синг уже получила много внимания от вас и очень благодарен за теплые отзывы, которые вы оставляете. У нее уже прямо сформировался свой клуб поклонников, которые неизменно пишут ей влюбилась в Индию благодаря вам. Да, действительно, Светлана удивительный человек. Она живет в Северной Индии, уехала туда по большой любви за своим любимым мужем, который везде, кстати, сопровождают ее в экскурсиях, помогает ей в ее работе. И вот Светлана уже прислала несколько экскурсий нам и одна из них по городу Трисура. В этом городе находится самый известный храм богу Шива в Индии, поэтому это город паломнический, но 19 процентов жителей составляют христиане, в основном католики, поэтому в этой экскурсии вы увидите и самый древний храм Шивы, и дворец князя, и христианский большой собор. Надо вам сказать, что Светлана снимает экскурсии в очень трудных условиях. Света сама живет на севере Индии, в малюсенькой дереве Кхаджураха, которую она нам уже показывала в одной из экскурсий, чем совершенно покорила ваши сердца, это как жить внутри индийского фильма. Но в этом есть и свои минусы. Как известно, Индия страна небогатая, и даже купить хороший телефон и хороший стабилизатор там очень сложно. Поэтому просим вас с пониманием отнестись к трудным условиям, в которых Света снимает и делает свои экскурсии. Они необыкновенно живые, это действительно погружение в жизнь Индии, но, к сожалению, бывают некоторые недостатки по качеству, связанные не с гидом, а просто с отсутствием техники. Невозможно ее там приобрести, да и, честно говоря, средства особо у гида, который сейчас без работы нет. Поэтому просим вас отнестись к этому с терпением. Ну, что вы, собственно говоря, и делаете. Я очень рада, что Светлана всегда получает очень-очень теплые отзывы от вас. Тем более она очень интересна и подробно рассказывает и о религии Индии, и об истории, и о жизни. Там экскурсии очень наполнены. Так что лично от себя рекомендую. Ну, а теперь я хочу обратить ваше внимание на замечательную лекцию, которая пройдет у нас на ТОПУС ТВ на этой неделе. А какая тема, даже не угадайте. Оставайтесь с нами. Итак, 12 марта наш экскурсовод Елена Легран приглашает вас на замечательную лекцию Жанна да Арк. Кто она? Лена Легран не просто так взялась за эту тему. Лена кандидат исторических наук. Она преподавала и в России, в Московском гуманитарном университете, и преподавала в Сарбоне. И вот ее главная тема, ее специализация – это как раз история Франции. И Лена очень любит изучать и, скажем так, исследовать исторические личности. И вот Жанна да Арк, как одна из самых загадочных действительно фигур, давно привлекает ее внимание. Так что вам будет предложено авторское исследование, авторская лекция на тему, кем на самом деле могла быть эта женщина. Удивительная женщина, простая крестьянка, которая собрала под свои знамена и королей, и герцогов, и простой народ. Простая крестьянка, которая имела такие богословские знания, что даже отцы инквизиторы не знали, что ответить на ее высказывание. Так что вас ждет уникальная возможность узнать достоверные и интереснейшие факты об этой личности и разгадать некоторые загадки. Напоминаю, что на нашей лекции нужно записываться заранее. Они состоятся только при наборе группы в 30 человек. Поэтому приглашайте друзей, знакомых, записывайтесь. Участие в лекции стоит 250 рублей. Записаться можно на странице лекции в меню, нажимаете там. Вся подробная информация, очень простая, простой способ записи. Вы одной кнопкой записываетесь и оплачиваете участие, и ссылочка, закрытая ссылка на лекцию появляется в вашем профиле. Не пропустите, дорогие, это действительно будет очень интересно. Ну а теперь пришло время рассказать вам, правильно, о программе на ТОПОС-ТВ. ТОПОС-ТВ, как и прежде, продолжает радовать вас бесплатными онлайн-экскурсиями, экскурсиями в нашем эфире. И напоминаем, что действительно доступ бесплатный. И, разумеется, пенсионеры, малые мужчины, инвалиды, конечно же, могут смотреть бесплатно, что они и делают. Но всем, кто может позволить себе перевести гиду 100 или 50 рублей за экскурсию, я напоминаю, дорогие, пожалуйста, не ленитесь нажать кнопочку «Поблагодарить гида» и перечислить небольшое пожертвование. Эти пожертвования действительно идут экскурсоводу. Вы этим позволяете нам оплатить его труд, позволяете гидам предлагать нам новые экскурсии, продолжать сотрудничество с ТОПОСом, делать выездные экскурсии. В общем, ваши копеечки делают так, что ТОПОС ТВ живет и продолжает радовать бесплатным контентом тех, кто действительно оплатить просто-напросто не может, не в состоянии. Так что вот, ТОПОС ТВ. Итак, на этой неделе, во вторник, мы отправляемся в Голландию с нашей Людмилой Сухаревой в городок Дельфт. Дельфт, ищите женщину, так называется эта экскурсия. Так что тоже несколько, есть такая привязка к 8 марта. Ну, на самом деле, Дельфт – это основа голландской истории, истории Голландии, и там действительно была одна женщина, о которой вы узнаете в экскурсии. В среду, 10 марта, мы отправимся в Индию со Светланой Сингх и побываем в городе Махешвар, сердце Индии. Так называется экскурсия. В четверг мы представляем вам нового экскурсовода Татьяну из Варшавы. Экскурсия называется «Варшава-Шопена». Побываем на родине моих дальних предков, потому что у меня тоже в роду очень-очень много поляков. В пятницу мы отправимся с моим мужем Рафаилом Мусанлеви по Иерусалиму. Экскурсия называется «Прогулка по римскому центру Иерусалима». В субботу нас ждет с вами Старый Стокгольм. Еще одно новое направление, новый экскурсовод Светлана. Старый Стокгольм, здесь каждый камень дышит историей. Так назвала Света свою экскурсию. Это начало целого цикла экскурсий по Стокгольму, который нам предложит Светлана. Ну и в воскресенье – «Тайны Турина» с Марией Шургиной. Дело все в том, что для многих православных начинается Великий пост, и это воскресенье называется Прощенным воскресеньем. Соответственно, мы подумали, что вот такой экскурс в город Турин и, в частности, рассказ подробный о Туринской площадице будет крайне полезен, интересен и очень подходит к началу постного периода. Мария подготовила очень серьезное такое видеопутешествие, больше даже похожее на видеолекцию. В Италии сейчас строжайший локдаун, поэтому поехать в Турин-Марией не может никаким образом физическим, но, тем не менее, материалы есть, да, заранее подготовленные. И вот это будет очень интересный, состоятельный рассказ от одного из лучших православных гидов Италии – Марии Шургиной. Ну, а теперь с нами на связь выйдет наш экскурсовод из Тбилиси Лариса Махитарян, и мы узнаем последние новости грузинской столицы. Оставайтесь с нами. Лариса, здравствуйте! Очень рада также вас видеть и слышать. Лариса, скажите, как жизнь в Тбилиси? Что происходит? Есть ли какие-то ограничения по передвижению? Здравствуйте, Анна Диан, Камар Дюбат. Привет вам, солнечный и солнечной Грузии. У нас шикарная погода, потому что все у нас тихо-тихо открылось. Наконец-то мы забываем это слово «локдаун», эти новые слова, потому что у нас, значит, как авиасообщения открылись, так межгородской транспорт стал работать. Вот, в частности, мы выехали в горе, мы выезжаем еще и в другие наши, значит, регионы страны. Что у нас еще открылись? У нас открылись детские сады, школы. Вы понимаете, дети наконец-то увидели классы, учителя наконец-то вживую увидели своих детей. Да, у нас еще одна очень хорошая новость. Вы знаете, у нас в Кутаиси тоже есть аэропорт, и вот Визер, компания Визер, начинает тоже уже перелеты. Для туристов это спасение большое. Так что, пожалуйста, милости просим, приезжайте к нам в Грузию. Все хорошо. Лариса, сегодня 8 марта. Празднуют ли этот день в Грузии? Анна Диан, конечно, у нас отмечают 8 марта. И я вас сердечно поздравляю, так же, как и всех поклонниц канала ТОПОС. Всем желаю здоровья, радости, женского счастья и всех-всех благ. Что касается праздников, мы очень щедры на празднике, особенно март месяц. 3 марта у нас отмечают День матери. Вы знаете, что на грузинском языке мама – это деда. 8 марта – Всемирный день женщин. И вот эти два праздника переплетаются и переходят в апреле. У нас еще День любви, 15 апреля. Наши женщины носят женщин на руках, почитают, любят, уважают и, естественно, одаривают подарками. Но не только в эти дни, другие простые дни тоже. Вот захотелось ему, он преподнес подарок. Очень хорошо, а мы любим это дело. Лариса, наши зрители уже знают, что вы с Сергеем коренные тубилистцы и постоянно радуете нас замечательными экскурсиями. И, конечно же, думаю, всем будет интересно узнать, над чем вы работаете сейчас и какие путешествия нам ожидать в ближайшем будущем. Анна-Джан, у нас с Сергеем очень большие планы на март и апрель месяц. Со снятием локдауна нам вот буквально крылья, знаете, мы распустили. И мы будем выезжать из Тбилиси. Первое, что как раз в преддверии начала поста, мы посетим два монастыря. Монастырь Самтавро, женский монастырь, куда фактически пришла святая Нино, откуда она начала проповедовать. И второй монастырь шестого века, это Шиомхвиме. Монастырь связан с именем одного из тринадцати святых ассирийских отцов, которые проповедовали в Грузии в шестом веке. Далее мы хотим окунуть вас в фантастический мир. Мы посетим пещерный город Уплисциха, который был основан в первом тысячелетии до нашей эры. Вы представляете, вы, когда будете смотреть этот эфир, точно на машине времени просто переключитесь в другое время. И у нас еще вперед идущие планы, как бы на апрель, но я хочу обрадовать наших зрителей, чтобы они в преддверии, знаете, что их ждет, мы посетим наш любимый. И кто уже бывал в Грузии, подтвердит, это город любви Сигнахи. Почему он называется город любви? Об этом мы поговорим как раз на экскурсии. И буквально в нескольких километрах от города Сигнахи находится женский монастырь Бодбе, который также связан с именем святой равноапостольной Нино, так как Нино там почивает, как бы там находится место ее захоронения и уникальный женский монастырь. И еще я хочу вам напомнить, что вот тот монастырь, который вы будете, тот эфир, который вы будете смотреть сам Тавру, связан с именем преподобного старца Гавриила Ургебадзе, о котором очень многие слышали и знают. И вы сможете увидеть раку с мощами старца Гавриила. Так что, мои дорогие, приходите на наши фильмы, смотрите их. И не только наши. Канал ТОПОС вперед! Спасибо большое, Лариса! Мы всегда рады встрече с вами. Друзья, Лариса и Сергей очень много экскурсий замечательных сделали для нашего сайта ТОПОС. Это и две экскурсии по Тбилиси с показом интереснейших маршрутов и древней крепости, и тифлистских бань, знаменитых, воспетых еще Пушкиным. Это и шато Мухрани, который вы, возможно, уже посмотрели, мы говорили в позапрошлом выпуске об этой экскурсии. Это и проспект Шотару Ставели, и замечательная экскурсия по самому большому кафедральному собору Тбилиси, собору Святой Троицы. Так что, если у вас есть желание побывать в Грузии, на ТОПОСе эта возможность есть, и мы будем продолжать делать интересные экскурсии для вас. Ну вот, на этом все новости на сегодня. Мне осталось только попрощаться с вами и, как всегда, в конце нашего выпуска показать вам, как пользоваться нашим сайтом. Единственное, что страничка прямой эфир теперь давно уже называется ТОПОС ТВ. Надо переделать ролик, немножко не хватает времени, но я думаю, что вы легко разберетесь. Итак, смотрите небольшую видеоэкскурсию, как пользоваться сайтом ТОПОС, а я прощаюсь с вами. Всего самого хорошего. Для того, чтобы совершать видеопутешествие, вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Для этого нажмите кнопку «Вход» в правом верхнем углу. Выберите вкладку «Регистрация». Введите ваш электронный адрес и желаемый пароль не менее шести знаков. Повторите пароль еще раз. Теперь нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Должна появиться надпись о том, что регистрация прошла успешно. Теперь войдите на сайт как зарегистрированный посетитель через кнопку «Вход», введя электронный адрес и пароль. Для входа на сайт вы всегда будете пользоваться кнопкой «Войти». Слева от нее находится кнопка «Профиль». Это ваш личный кабинет. Здесь вы можете проверять, сколько оплаченных просмотров лежит на вашем балансе, менять пароль в настройках, видеть отложенные для просмотра экскурсии в вашей коллекции, а также входить в оплаченные вами курсы. При необходимости пополнить баланс можно прямо из личного кабинета. Выбираем желаемое количество просмотров. Нажимаем кнопку «Купить». Выбираем способ оплаты и переходим на страницу платежного сервиса. Заполняем данные. Нажимаем «Оплатить» и возвращаемся на сайт, нажав на стрелку в нижнем левом углу экрана. Оплаченные вами просмотры появятся на вашем балансе в профиле. Теперь вы можете выбрать видеоэкскурсию из своей коллекции или перейти на главную страницу. Очень удобно собирать экскурсии в коллекцию для дальнейшего просмотра. Нажмите на сердечко вверху заставки понравившейся экскурсии и она окажется в вашей коллекции. Коллекцию можно редактировать, удаляя из нее те экскурсии, которые вы уже посмотрели. Как начать просмотр? Нажмите на заставку понравившейся вам видеоэкскурсии. У каждой экскурсии есть описание, включающее стоимость просмотра и продолжительность видео, бесплатный трейлер и отзывы. Вам все нравится? Тогда нажимаем кнопку «Смотреть полностью». Во всплывающем окне вы увидите, сколько просмотров спишется с вашего баланса. Нажимаем кнопку «Начать просмотр». Ваше путешествие началось. Ссылка на видео активна в течение 90 минут. Во время просмотра вы можете останавливать плеер на 2-3 минуты, прокручивать видео вперед или назад. Внимание! Не закрывайте страницу с видеоэкскурсией до окончания просмотра. Повторно она не откроется. В конце видео вы можете перейти на страницу автора и посмотреть его другие видеоэкскурсии. Не спешите закрывать страницу с экскурсией и оставьте отзыв. После закрытия страницы вернуться на нее для того, чтобы это сделать, будет уже невозможно. Теперь вы можете перейти на страницу автора и узнать, какие еще видеоэкскурсии он предлагает, а также прочитать небольшой рассказ автора о себе. Приятных вам видеопутешествий! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...